Всем привет! С вами инженер-электрик и Кимов Игорь. Прошлый ролик по замене китайского реле напряжения на реле Airbus D2 получил бурное обсуждение у моих зрителей. Люди начали предлагать реле напряжения, которые у них работали без сбоев. Поэтому я решил сделать неплановый выпуск, чтобы поделиться опытом моих зрителей по надежности реле напряжений. К тому же я разберу основные характеристики этих реле, чтобы их сравнить. Добавлю свой опыт эксплуатации реле напряжений в отношении надежности. Ссылки на все реле напряжения из ролика вы найдете в описании. В следующем видео по комментариям зрителей я расскажу о причинах ложного срабатывания реле напряжений. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Начнем с реле напряжения, который я бы не рекомендовал вставить в любом случае. Это РН-40. Об этом реле я рассказывал в отдельном ролике, ссылку я дал в описании. На слайде вы видите заставку этого ролика. У меня с ним были проблемы практически на всех объектах и везде оно было демонтировано. Оно выключало напряжение в квартирах без всякого основания. Причем обратного включения напряжения в нем не предусмотрено. Чтоб его перезапустить, нужно было выключать-включать в одной автомат. Его даже не пытайтесь устанавливать. Следующее, это китайское реле напряжения компании Тахнелл. Оно дешевое и многофункциональное. Об нем у меня уже есть много роликов на канале. И в моем щитке оно прослужило более полугода. За это время оно зависло три раза. Это была основной причиной его замены. Все причины я описал в прошлом ролике. Ссылки на ролики по этому реле ищите в описании. Я думаю, его можно эксплуатировать в сетях, где минимальные помехи и минимальный риск перекоса фаз. Но если будет серьезное перенапряжение, оно сгорит, так как его работу при напряжении более 300 вольт никто не гарантирует. Взамен этому реле зритель Василий в группе ВКонтакте порекомендовал мне другое китайское реле напряжения бренда Tomzen. У Василия они уже без боя проработали более трех лет. На этом реле напряжения регулируется нижний и верхний предел защиты по напряжению с помощью переменных резисторов. Задержка на включение у него фиксированная 25 секунд. Оно выдерживает перепады напряжения до 440 вольт и ток до 80 ампер. Так как оно простое и имеет минимум электроники, то оно мало чувствительное для помех в сети. То есть, если нужно простое, но надежное реле напряжения, которое не имеет много регулировок, то оно Вам подойдет. Но учтите, что оно в два раза дороже, чем его программируемый аналог. Но это реле мне не нравится за то, что оно имеет скорость срабатывания перенапряжения более 0,2 секунды. Это время достаточно большое по современным меркам. Риск того, что бытовая аппаратура успеет сгореть перенапряжение достаточно большой. Ссылку на пост с обсуждением реле напряжения ВКонтакте я оставил в описании. У компании Thomson есть и программируемый вариант реле напряжения за небольшие деньги. Но я уверен, что оно аналогичное реле напряжения Тахнель, которое я уже рассматривал во многих роликах. Производитель не гарантирует работу при напряжении более 300 вольт. Оно уже имеет скорость срабатывания 0,1 секунды и много регулировок. Бонусом будет регулируемая защита по току. Устойчивость к помехам нужно проверять. Если у Вас есть опыт работы с этим реле, пишите в комментариях. Теперь рассмотрим реле напряжения RN106, который рекомендовал мне другой зритель. Оно имеет минимальное время срабатывания 0,02 секунды. Реле выдерживает напряжение до 420 вольт и ток до 63 ампер. Оно имеет регулировки при помощи переменных резисторов, напряжения срабатывания по напряжению и пониженному напряжению. А также достаточно широкую регулировку задержки повторного включения. Само отсутствие программирования повышает устойчивость к помехам сети. Как видите, оно стоит на порядок дороже китайских реле напряжений, рассмотренных выше. Кого не смущает его цена, то можно смело его покупать. Следующее реле напряжения, которое рекомендовано в комментариях, это RN113. Оно от того же производителя и имеет ручные регулировки, что повышает устойчивость к помехам. Оно также выдерживает напряжение до 420 вольт и стоит чуть дешевле, но оно рассчитано на меньший ток, 32 ампера. И имеет меньшую скорость срабатывания в 0,12 секунды. Если выбирать между этим реле и прошлым, то я бы выбрал реле напряжения RN106. Следующий зритель рекомендовал реле напряжения двух марок. Одно из них это легендарный меандр УЗМ-51М. Оно мне знакомо с 2014 года. Правда, устанавливать мне его не доводилось, но отзывы моих коллег о нем хорошие. Оно характеризуется высокой скоростью срабатывания при перенапряжениях в 0,02 секунды. Выдерживает напряжение до 440 вольт, и ток до 63 ампер. В нем предусмотрено ручное включение-выключение нагрузки. Но оно уже не имеет индикатора для контроля напряжения в сети. Время задержки повторного включения можно устанавливать только в двух значениях. Это 10 секунд или 6 минут. Плавной регулировки не предусмотрено. По цене оно на уровне предыдущих двух реле. Если бы мне пришлось выбирать из последних трех реле, я бы выбрал реле РН106. Второй рекомендованной маркой реле напряжения этим зрителям является Дигитоп. На слайде реле напряжение с током 32 ампера. Это реле напряжение программируемое. Но, тем не менее, я не нашел отзывов, у кого это реле зависало. По функциям оно похоже на программируемое китайское реле напряжение, рассмотренное выше. Оно имеет ограничения по перенапряжению и пониженному напряжению. К тому же, оно может работать как ограничитель по току. Большим плюсом я отнес бы высокую скорость срабатывания в 0,02 секунды. В нем есть кнопка включения-выключения питания. Оно более дорогое, чем программируемое китайское реле. Но применение более предпочтительно, так как оно более надежное и имеет большее быстродействие. К тому же, оно выдерживает напряжение до 400 вольт, что важно для сохранения его работоспособности при обрыве нуля в линии. Если вам 32 ампера недостаточно, то у производителя есть реле напряжения на 63 ампера. Оно имеет те же параметры, но стоит дороже. Еще в реле напряжение DigiTop привлекает наличие двух индикаторов для контроля напряжения и потребляемого тока. Но по помехоустойчивости остаются вопросы. Если у вас были проблемы с зависанием этих реле напряжений, пишите в комментариях. Но, как я и говорил, отзывов по зависанию этих реле я не нашел. Вот я и закончил обзор реле напряжений, которые мне рекомендовали зрители и тех, которые проверены в моем щитке. Сейчас у меня в щитке стоит реле напряжения Airbus D2. За две недели проблем с ним не было, хотя может быть это малый срок для оценки реле напряжения на надежность. Если будут проблемы, напишу в закрепленном комментарии. Это была первая часть разбора комментариев к роликам про реле напряжения. В следующей части рассмотрим причины ложного срабатывания реле напряжений. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы ее не пропустить. Если у вас есть опыт эксплуатации других реле напряжений, пишите о нем в комментариях. Поддержите видео лайком, поделитесь видео с друзьями и до встречи в новых и старых роликах.